Здравствуйте! Меня зовут Мария Титова и вы смотрите обзор спортивной прессы. Какие публикации оказались самыми интересными, я расскажу в этом выпуске. Пока хоккеисты признаются, что уже почти привыкли к новым требованиям арбитров, находятся новые недовольные работы рефри. С критикой обрушился на судей генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов. Его слова, в которых смешались в советские времена сотрясением мозга, борьба с зацепами и отказ от силовой борьбы, приводит корреспондентство в спорте Павел Осенков. Мы придумали нововведение, которое превращает хоккей или в крайний травмопастный вид спорта, или в подобие балета. Я вспоминаю о хоккее 80-х, когда играли хоккеисты СССР и Северной Америки. Таких травм, как тяжелое сотрясение мозга после удара в голову, было очень мало. Хоккеисты осознавали, какой силовой прием проводить и к чему это приведет. А сегодня спортсмены даже не понимают, по каким канонам они играют, к чему мы готовим игроков. Они на международных соревнованиях не будут понимать, что от них требуют. Будут бояться играть в тело, поднять клюшку. Только потому, что в подсознании сидит, за это дают две минуты и оставлю сборную в меньшинстве. Травма Сергея Мазякина родила другой спор. Заслуживают ли звезды более бережного отношения со стороны соперников? Точку поставил главный тренер магнитогорского металлурга Майк Кинон, о встрече с которым рассказывает блогер фан-зоны khl.ru Алексей Шевченко. Майк Кинон был очень удивлен, когда я спросил, не стоит ли наказать Карсумса только потому, что он травмировал Мазякина. Типа звезда КХЛ есть, и все должны понимать, что против него надо действовать аккуратно. Это даже не моя мысль, просто и знакомые болельщики, даже Геннадий Величкин считают именно так. Кинон удивился постановке вопроса и напомнил, что тут вообще хоккей. А это такой вид спорта, где нужно отвечать за себя. Так что нельзя кого-то выделять. Не так давно, ухваливший Евгения Тимкина вице-президент магнитки, Геннадий Величкин сконцентрировался на теме борьбы за чистоту хоккея. В новом интервью, опубликованном на сайте советского спорта, досталось и Андрею Назарову за знаменитую установку. Я на своем хоккейном веку поработал с семью тренерами, и ни от одного такого не слышал. И орали, и швыряли планшетки, было, но ни один не говорил, выйди и убей. Я бы все равно на месте Назарова сказал по-другому, выйди и умри, сдохни, но делай, сделай. А выйди, убей, а потом за это премию получим. Так только бандиты говорят. Сам Назаров тем временем отбыл первый матч дисквалификации. Уже на следующий день, после его хамской выходки, Адмирал и Борис встретились вновь. Марат Сафин на официальном сайте КХЛ обращает внимание на дружелюбную атмосферу, которую создавали болельщики Адмирала. Поступок главного тренера Бориса Андрея Назарова никак не сказался на атмосфере матча. Хотя еще вчера вечером около сотни горячих голов ждали наставника Астанчана у служебного выхода, дабы поквитаться за жесты. Более того, во время объявления стартового состава Бориса зрители аплодировали. В общем, никакого тебе напряжения, вчерашний инцидент во Владивостоке стал историей. Каждый матч Адмирала без привлечения праздника и менять радостные эмоции на негативные никто не собирался. В матче против Медвежчака главный тренер ЦСКА временно посадил на лавку Александра Радулова. Конечно, это не осталось незамеченным автором чемпионат.ком Дмитрием Ярыкаловым. В принципе, логичный исход для форварда, который не забивает на протяжении пяти матчей. Но никак не для обладателя восьми миллионного контракта и скверного характера. Большую часть второго периода вместо него в звене с Григоренко и до Коста выходил Дамир Жофяров. А Радулова смиренно смотрел на это со стороны. Радулов вновь ушел со льда без гола, но долго так продолжаться не может. Квартально вдал понять, что спрос 47-го номера особый. Нападающий Акбарса Джастин Азведа в интервью Спортэкспрессу вспомнил, как побеждал и как распадался пражский лев, а потом перешел к новому сезону. В сезоне этом канадцу понравились и календарь, и разметка площадок. Новая разметка мне нравится. Зона атаки увеличена, в плане созидания можно придумать гораздо больше. И календарь новый хороший. Матчей много, перерывов практически нет. Здорово, когда график ровный и без больших простоев, как в прошлом сезоне. Правда, с удовольствием сыграл бы за сборную Канады, составленную из тех хоккеистов, которые выступают в Европе. Ее, как правило, приглашают принять участие в розыгрыше Кубка Шпенглера или Кубка Германии. Как сделать, чтобы постоянные победы не наскучили? Газета «Спорт» день за днем нашла оригинальную мотивацию для СКА, которая не потеряла ни одного очка в первых шести матчах чемпионата. Что ж, если на данный момент в КХЛ у СКА равных соперников нет, почему бы не поискать конкурирующую фирму в другом месте? В футболе, например. Зенитовские легионеры из южных стран – частые гости на матчах СКА в Ледовом дворце. Тот же бразилец «Халк» недавно признался, что стал страстным болельщиком. Хоккей вообще и армейской команды в частности. Не секрет, что «Зенит» и СКА дружат как клубы. С другой стороны, понятно, что работая на одном петербургском поле, две амбициозные компании конкурируют друг с другом за зрителя. Сейчас же от абстрактного соревнования можно перейти к более конкретному. Речь о количестве побед к ряду на старте чемпионатов. Победная серия «Зенита» в премьер-лиге насчитывает семь матчей. У СКА в КХЛ пока шесть. Но уже сегодня армейцы могут догнать «Зенитовцев». Торос решил вербовать новых болельщиков среди школьников и детсадовцев. Специально для подрастающих нефтекамцев был проведен день открытых дверей в школе клуба. О знакомстве детей с хоккеем рассказывает городское телевидение. Больше всего эмоций у детей вызвала ледовая арена, где проходила тренировка команды «Торос-2007». Эти мальчишки такого же возраста, как и зрители на трибунах, но уже вызывают восхищение детей и взрослых. Например, семилетний Радмир Нурмеев, экипированный в форму голкипера. Кажется, что вся амуниция весит столько же, сколько маленький спортсмен. Но это не помеха. Главное – его большое желание быть вратарем. «Спортс.ру» подготовил масштабный путеводитель по предсезонке НХЛ и сформулировал главные вопросы о российских игроках. В отдельный пункт выделена удивительная попытка Рената Мамашева пробиться в состав Нью-Джерси. Признайтесь себе, вы ожидали увидеть Мамашева где угодно – от Рижского «Динамо» до «Адмирала», но только не в тренировочном лагере клуба НХЛ. Да, агент Рената что-то говорил о желании защитника проверить себя в Североамериканской лиге. Но это было из серии «Посмеялись и забыли». Теоретически, Мамашев мог бы пригодиться Дейлс объяви о забастовке Эрик Желина. Желина подписал новый контракт, и необходимость в его срочной замене отпала. Фарм-клуб «Дьяволов» также располагается в штате Нью-Йорк. Но согласится ли, 31-летний россиянин играть меньше, чем за 100 тысяч в год? Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите нас каждый будний день. Всего вам доброго и до скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!